Но на самом деле в Достоевском собрался какой-то интерес друг группы, поэтому я решил никогда вас ищу. Это первый раз Татьяна Салановна приходит, у нас бывают люди, которые уже 2-3 раза приходили. Я на вас рискнул это сделать. Если что не так. Я помню вашу руку. На самом деле стоит использовать этот момент для того, чтобы для себя уяснить какие-то вещи, которые вас по-настоящему интересуют. Поэтому в конце мы оставим время до вопросов, и можно будет их задать. Спасибо большое. Я так сажусь в позицию тоже герметического округа. Спасибо большое. Я буду то садиться, то вставать, с вашего позволения. И вообще я машу руками. Не обращайтесь ни к ним. Александр ведет большую ежегодную школу по обсуждению, произведению Достоевского в Старой Руси, куда приезжают школьники из разных городов, мира, а теперь из-за рубежа. И такую же школу в Италии, да? Ну нет, не совсем такую же, потому что, собственно, в Старой Руси это не школа, это именно юношеское чтение, да, это конференция. А в Италии есть и конференция юношеская тоже, и есть именно летняя школа для преподавателей литературы и философии. Каждый год выбирается одно произведение, и все говорят о нем, и готовят его доклады. В этом году как раз был идиот, а следующий год... Потому что ему 150 лет со дня, вернее, с года выхода, потому что он выходил выпусками. Вот, и... Поэтому, да, конечно, и в этом году, и в следующем, когда он закончил, собственно, выходить, в общем, некоторая часть мира посвящает свои конференции, курсы, лекции и так далее, роман «Идиоты». Вот, и я думала, с чего начать именно для вас этот разговор. И я подумала, что все-таки вам, как будущим работникам театра и кино, важно знать, как вообще Достоевский смотрел на возможность постановки своих произведений. И, собственно, мы с этого начнем, потому что, как вы знаете, идиот тоже много раз ставился и на сцене, и в кино, и практически все эти постановки очень мало удовлетворительны, как раз с точки зрения критериев Достоевского. Значит, у Достоевского очень часто самые важные вещи, во всяком случае важные для некоторых групп его профессиональных, скажем, читателей, проговариваются в письмах по поводу, и эти письма еще не так просто найти. Вот. И вот это письмо он написал княгине Аболенской, которая захотела ставить его преступление и наказание, как раз. Захотела его переделать как-то, адаптировать для сцены и сделать первую постановку театральную. Вот. И вот, что он ей пишет. «Насчет же вашего намерения извлечь из моего романа драму, ну, мы опускаем все официальные раскланивания, они долгие, и в первой половине письма, и во второй, то, конечно, я вполне согласен, да и за правила взял никогда таким попыткам не мешать. Но не могу не заметить вам, что почти всегда подобные попытки не удавались, по крайней мере, вполне». И дальше, внимание, есть какая-то тайна искусства, по которой эпическая форма никогда не найдет себе соответствия в драматической. Я даже верю, что для разных форм искусства существуют и соответственные им ряды поэтических мыслей. Так что одна мысль не может никогда быть выражена в другой несоответствующей ей форме. Другое дело, если вы как можно более переделаете и измените роман, сохранив от него лишь один какой-нибудь эпизод для переработки в драму, или, взяв первоначальную мысль, совершенно измените сюжет. И, однако же, прошу не принимать моих слов за советами. Итак, вот как бы высказывание, да, прямо авторская воля, которая разрешает все многочисленные споры по поводу всех возможных экранизаций постановок Достоевского. Он как раз просит сделать то, против чего регулярно протестуют почти все критики кино и театра. То есть он рекомендует радикально переделать все, или взять один какой-то отрывок и развернуть его в драму, да, или взять вообще к той же мысли совершенно другой сюжет. Таким образом, можно смело сказать, как мы сказали на одной недавней лекции по Достоевскому, что одной из лучших экранизаций романа «Идиот» можно считать «Твинпикс». И если уж люди прямо напрямую себе ставят, так сказать, не скрываясь экранизировать именно роман «Идиот», то, наверное, наибольшие шансы на какую-то адекватность здесь именно в области кино имели Пырьев и Ахлобыстин. То есть любая максимальная адаптация к пониманию режиссера, к времени, в котором ставится текст. Да, ну и мы знаем все, наверное, легендарную постановку БДТ, да, которая известна вот даже через поколение людям, которые никогда не видели и как бы не имеют никаких шансов увидеть, тем не менее она известна. То есть она вот вошла в культуру как такое вот событие культурное. И то же, с чем это было связано, мы сейчас с вами попробуем понять. Почему я говорю Пырьев? Потому что Пырьев, как вы помните, взял только первую часть «Идиота» и действительно из нее сделал нечто, что соответствует первоначальному, может быть, замыслу Достоевского и не принимает во внимание, так сказать, дальнейшего развития этой его мысли. Он, так сказать, взял встречу именно, так сказать, души и спасителя. А Достоевский нарисовал нам в этом смысле гораздо более сложную историю. Почему была такая фантастическая постановка, такой фантастический, вернее, у нее успех и такая фантастическая известность о постановке БДТ? Потому что она ставилась в обществе, где, об этом вы, может быть, и не помните, где такой книжки, как «Евангелие» не было просто, ее просто технически не было. А если она у кого-то появлялась, то за это можно было бы серьезный срок получить в какие-то времена. Но и в любом случае ее очень трудно было достать для чтения. А здесь общество было предложено, то, что потом было даже в некоторых критических выступлениях по этому поводу названо интеллигентским Христом, русским Христом и так далее. То есть была заполнена некая ниша, которая пустовала. Причем эта ниша, она как бы в самом центре культуры находится. Вот такая вот зияющая дыра, и именно туда попала, в этот пустующий центр, попала постановка БДТ, в силу чего и произошло вот это вот совершенно сверхзначимое для театральной постановки вот такое вот влияние на культуру. Вот. Таким образом, как бы центральное слово для романа «Идиот» мы уже произнесли, да. Вот Христос, вот этот вот как бы спаситель, который приходит в мир. И дальше начинается очень странная история. Вот. Очень странная история, потому что чем дальше я занимаюсь, в частности, романом «Идиот», а я им занимаюсь только, сколько люди не живут, вот, потому что первый раз я его прочла в 11 лет, и с тех пор участь моя была решена. Вот. И вот тем меньше я понимаю окончательную идею и мысль Достоевского, потому что она очень непростая. Ее как-то пытались, ну вот в советское время это было и господствовало для тех, кто читал, идет вот эта вот идея такого Христа в миру, да, вот, когда произошел перелом эпохи Евангелия, так и появилась вообще на всех книжных развалах. Возникла идея несколько противоположная этой, хотя, впрочем, она возникла уже и на рубеже 19-20 веков. Мышкин как неудавшийся Христос, несостоявшийся Христос. Вот. И там, значит, ну, где-то в 90-е возник разный, так сказать, пучок идей вот на тему несостоятельности Мышкина как Христа, потому что вот это вот христианское неотидство, которое в тот момент охватило уму, оно вообще как бы в рамках, в парадигме православия отрицало идею следования за Христом, вернее, идею следования за Христом она, как раз, принимала, отрицало идею подражания Христу. Вот. И вот это вот подражание Христу, оно как бы воспринималось как чрезвычайно еретическая, католическая идея, и поэтому надо было, любимый роман всей русской интеллигенции, как-то от нее защитить вот эта идея. И поэтому говорил, что вообще никакой не Христос, а просто христианин, значит, вот показано, как он движется, это сказать, как христианин не может, собственно, справиться с этим миром, да, и вообще, что в результате происходит. Конечно, удостоевская была гораздо более амбициозная задача, чем просто показать христианина. Вот. Тем более, что этот роман писался и в черновиках присутствуют прямые отсылки к этому тексту, как некая беседа, до сих пор непонятен до конца характер этой беседы и направленность этой беседы, с текстом Ринана, Эрнста Ринана «Жизнь Иисуса», который на тот момент выходил в Европе просто одно издание за другим, был такой бестселлер, вот, что-то вроде вот сейчас там «Страстей Христовых» там у нас такой же скандальный. Вот. Или «Последние искушения Христа» там вот что-нибудь в этом роде. Ринана ставил себе задачи показать Христа как только человека. То есть, собственно, даже как бы он просто исходил из того, что кроме людей вообще никого не бывает. и поэтому, если уж Христос был, а он искренне хотел доказать, что Христос так и был, то надо как-то вот очистить его светлый образ от всех наваленных на него всяких чудес и вообще несоответствия позитивному, позитивистскому образу мышления, да, и как бы показать, как оно тогда выглядело. Но мы знаем, что это было тогда общее увлечение. Вот у нас Лев Николаевич Толстой этим занимался много. Даже целое Евангелие исправленное выпустил. Вот. То есть, это как бы дух века. А Достоевский – это человек, который всю жизнь любит Христа. Вот у него так, причем даже когда не верит, все равно любит. То есть, не верит во что? Не верит в Христа как вот именно, так сказать, небесного спасителя, да, как вот... того, кто... вообще воскресение Христово. Ключевая же здесь мысль – это воскресение Христово. Собственно, все различие между Христом человеком и Христом Богом, оно пролегает вот по этой вот идее воскресения. И в этом смысле чрезвычайно интересно, как Достоевский строит роман. Там вообще есть масса героев, которые говорят непонятно почему и непонятно зачем. Да? Согласны? Это у Достоевского, в принципе, во всех романах. Вот когда вы видите, что герой говорит непонятно почему и непонятно зачем, значит, здесь самый смысл. Вот. Потому что это, собственно, те моменты, когда сюжет переходит с собственно событийного уровня на уровень метафизический. Вот. То есть вот этот вот «когда непонятно почему» – это, так сказать, маркер смены уровней сюжетных. Вот. Поэтому, даже если вы будете читать или уже читали «Братья Карамазова», и там есть такая прекрасная госпожа Хохлопова, которая всегда говорит совершенно вообще непонятно что, непонятно почему. Это один из самых глубоких, так сказать, мыслителей романа в некотором смысле, потому что через ее болтовню постоянно говорит Достоевский. И вот здесь через болтовню самых неожиданных и ничему неадекватных с нашей точки зрения героев, как, например, генерал Ивлтон, проговариваются чрезвычайные вещи, чрезвычайно важные, чрезвычайно существенные для нашего самоопределения по отношению к романам. И все начинается, конечно же, с истории Воскресенья. Вы помните этот дикий рассказ, где генерал, как всегда, говорит князю, что он его на руках носил, а дальше, когда говорит, что, вот, князь говорит, да, я только, вот, отец умер под судом, а я не знаю, почему, он, конечно, это по делу о рядовом Колпакове. И дальше он начинает ему рассказывать о том, что князь, значит, приговорил его к наказанию, но даже наказать, собственно, не успел, он вообще был заместителем в этот момент, да. И все, конечно, прекрасно, там очень интересно, как отсопровождается, да. Приговорил к розгам, прекрасно. Но тот, значит, пришел, лег на скамейку, да, и умер. Чего же лучше? Нет, замечательно. А дальше, умер, похоронил и так далее. Чего же лучше? То есть вы понимаете, что здесь что-то очень странное происходит, да. А дальше, а дальше он рассказывает историю воскресенья. Вдруг в новоземлянском полку чрезвычайно важный, тут опять-таки концепт, который пройдет через весь роман «Идиот». Это концепт нового. Потому что наверняка почти во всех комментариях вы найдете, что новоземлянский полк – это отсылка к Грибоедову, что, конечно, чрезвычайно много нам дает для понимания романа «Идиот». Вот. Вообще, вот, кстати, о комментариях, да, я считаю, что за такие комментарии надо, так сказать, приговаривать в ссылку и каторгу профессионалов, потому что они просто абсолютно рассеивают внимание читателя, и главное, что они совершенно сбивают с толку, потому что как бы они вам ответили? Ну, у Грибоеда вот так. И что? Вот. Но вы уже не спрашивайте, потому что вам как бы специалист сказал, это так у Грибоеда. Ну, ладно, значит, так у Грибоеда вы поехали дальше. А между тем, это чрезвычайно важно, да? Новоземлянский полк, как вы понимаете, это прямая отсылка к новой земле, то есть к новому городу, который, кстати, тоже потом появится в рассказе «Мышкин» очень быстро, помните? И все мерещился мне, когда он идет к горизонту, все мерещился мне какой-то большой шумный город, вроде Неаполя. Вот вам еще один, да, новый город появляется. А потом, кстати, появится еще тоже неотслеживание, выемая очень часто собака со странной породой тернев. Французский тут учите? Вот. Понимаете, да, тоже? Тем более, что когда в словарях русского языка пишут, что есть такая порода тернев, единственный пример дается из романа «Идиот». Потому что, как вы понимаете, это Ньюфаундленд. Но Достоевскому вот эта вот самая новонайденная земля была совершенно не нужна. Ему была нужна новая земля. Поэтому появляется вот этот вот перевод, так сказать, породы собаки на французский язык. Вообще Достоевский, когда использует французский язык, он его всегда использует именно потому, что он в другом языке, ничего такого сказать нельзя. Вот так же кратко, емко и... Вот. И вот что происходит в этом самом новоземлянском полку. Там появляется воскресший рядовой полпаков. Князь начинает слушать в этот момент с некоторым недоверием, во всяком случае с изумлением. Иволгина прерывает Нина Александровна, да, и говорит, что мой муж ошибается. И мы, естественно, абсолютно уверены, что он ошибается. А дальше происходит странная вещь, потому что нам уже все ясно с генералом Ивудкиным. А вот князь, когда ему нужно пойти к Настасье Филипповне, почему-то, как последний дурак, и это возмущает читателя, как правило, до глубины души, идет и обращается с просьбой о том, чтобы куда-то пойти, да, именно к генералу Ивудкину. Но нам понятно, что это вообще, то есть непонятно, как в голову могло прийти, да, что-нибудь подобное. А князя, для князя это как бы абсолютно очевидный способ, и он только в процессе напевания генерала Иволгина начинает понимать, что, наверное, он совершил большую ошибку. Так вот, что тут на самом деле происходит? Здесь нам показывают, насколько мы, читатели и князь, по-разному реагируем на эту абсурдную историю. То есть мы, живя уже к тому моменту почти 2000 лет, в христианской культуре, которая вся построена на свидетельстве воскресения и на ожидании воскресения всех, воспринимаем эту историю как исключительно абсурдную, которая маркирует нам ее, рассказчика, сразу как лжеца, как человека, на которого нельзя полагаться, как того, к кому бы мы в дальнейшем никогда не обратились ни с каким делом. Вот, собственно, в очень маленьком эпизоде Достоевский показывает, как ментально настроена та культура, в которую приходит князь Мышкин, для которого рассказ о воскресении совершенно не является маркером неадекватности человека. И это, как бы, вот это ужасно смешное событие, ужасно смешным образом оформленное, вот такой вот рассказ, оно вскрывает для читателя, даже если он это не рефлексирует, так или иначе, в него закладывают вот это вот понимание, что вообще что-то странное произошло. То есть вся культура в течение двух тысяч лет строится на том факте, что произошло событие воскресения, что с тех пор все изменилось, что с тех пор воскресение, как бы, это ожидаемая будущность каждого человека. Это совершенно меняет вообще все параметры культуры по отношению к язычеству. В хорошую или в плохую сторону еще большой вопрос, но меняет радикально, в том числе выстраивая вот эту линию движения в некую перспективу. И вдруг оказывается, что никто из прочитавших не может воспринять этот рассказ всерьез. Вот, собственно, вообще это принцип, как работает Достоевский. Он работает через самые, казалось бы, странные, смешные, дурацкие истории, высказывания и так далее. Для него там всегда находится место, куда может поместиться авторское высказывание и авторское намерение. Именно поэтому он с такой смелостью предлагает постановщику взять основную мысль текста и изложить ее как бы в совершенно другом сюжете. Потому что он абсолютно уверен, что эту мысль можно взять. Он вообще говорил о художественности, то, что когда я это цитирую во всяких литературо-веческих кругах, все сразу падают в обморок или начинают махать руками и ругаться. Он говорил о том, что художественность произведения состоит, собственно, в том, что автор до того точно выражает свою мысль в лицах и образах романа, что читатель, прочтя роман, точно так же понимает мысль, как понимал ее писатель, создавая свое произведение. Поэтому для него все просто. Ну что вам спать? Возьмите основную мысль, и совсем в другом сюжете ее покажите, изложите, и будет здорово в качестве постановки. Так вот, о чем же, если сжато и коротко это попробовать сказать, роман «Идиот»? Нам придется говорить сжато и коротко, потому что, в принципе, роман «Идиот» можно читать не просто летнюю школу, а большой курс. Вот, роман «Идиот» – это роман о природе человека. В некотором смысле, вообще все творчество Достоевского, по крайней мере, с 1964 года, когда он себе впрямую, в черновом тексте, который никогда не будет и не предполагался для публикации, а потом был, естественно, опубликован. Текст этот называется «Маша лежит на столе, лежит с Машей». Так вот, с этого момента, как только он ставит для себя эту задачу в прямом высказывании, и мы можем ее увидеть, как поставлено, собственно, все романы Достоевского – это романы о природе человека. Собственно, именно поэтому он до такой степени востребован, и востребованность его ничуть не снижается со временем. А мы заканчиваем в 4.20. Что такое роман о природе человек? Для Достоевского человек – парадокс в том смысле, что он на земле принужден жить и действовать как бы в рамках одной природы, а на самом деле – это природа, которая радикально редуцирована. Потому что, собственно, вся наша ситуация на земле – это ситуация некой радикальной редукции. мы когда-то сказали, что, типа, Господи, мы так тут без тебя. Это все очень хорошо потом в притче о блудном сыне выражено, когда он говорит, собственно, дай мне мою часть наследства, и пойду я. Собственно, вот парадийский грех – это ровно вот это самое. Они сказали, дай нам нашу часть наследства, и мы тут сами. И им дали их часть наследства, закрутив землю вот этим самым законом сохранения энергии вещества, который и обеспечивает собственно вот эту вот автономность базовую. Ну и, соответственно, появились вот эти самые одежды кожаные, которые что сделали? которые радикально перекрыли все каналы связи, которые связывали в мире все со всем, и в том числе человек из человека. Мы как бы главным образом прежде всего человек из человека. То есть для Достоевского начальная природа человека, изначально неповрежденная, и так, к которой он как бы в конце концов придет, это природа, которую можно описать словом «все» или «все». кто читал «Братья Карамазова», тот, конечно, помнит сцену в конце Канны Галилейской, когда Алеша встает с земли после того, как он впервые встретился лицом к лицу со Христом, и в его сердце сошлись все нити от самых дальних звезд даже. То есть все, что в мире есть, нитью протянулось в его сердце, вот он стал таким вот центром, сам стал сердцем мироздания в этот момент. И, собственно, то, что он так радикально изменился, оно связано именно вот с этим, с тем, что все в нем сошлось. И он как бы теперь любую из этих нитей в любой момент активирует, и это совсем другой способ общения, чем тот, к которому мы привыкли. Мы в этом ограниченном состоянии неизбежно подвержены закону эгоизма, то есть сохранения нашего я. И это как бы то, чего почти невозможно избежать на земле, потому что это та форма, к которой мы привыкли, к которой мы знаем. Но это, как только мы принимаем эту нашу редукцированную форму за нашу природу настоящую, так совершается самая большая ошибка и подмена в человеческом уме. Потому что мы как бы сами соглашаемся вот с той клеткой, в которой мы заперты. А главное, что если мы видим себя как вот это вот ограниченное ото всех существо, вынуждено так или иначе сражаться за свою автономность со всем миром, то мы действуем на совершенно других принципах, естественно, сходя из ошибочной посылки, чем те принципы, на которых бы мы действовали, если бы мы видели свою природу в настоящем ее размере. Потому что каждый человек, говорит, Достоевский, Маша лежит на столе, может быть, не таким прямым словом, но в общем прямыми словами он там просто пишет для себя, поэтому мне всегда все понятно человеку, который его долго не читал, вернее, не так долго его читал. Любой человек, любая личность доходит до границы Вселенной. Ее истинный масштаб это граница Вселенной. Никак не меньше. И как бы, естественно, человеческое состояние быть включенным, но не включенным как часть, а включенным, одновременно включившим в себя все вот это вот, вот это вот все, потому что колос человечества, который можно представить вот таким вот образом, да, вот это множество в единстве, вот, он не состоит из частей, а он просто меняет свой, так сказать, творческий центр в зависимости от того, какой из, какой из зернышек, так сказать, мы, на какой из зернышек мы смотрим. то есть каждый весь колос, а меняется вот эта вот самая точка осмысления, что ли. Вот, собственно, очень коротко то, что Достоевский для себя понял и потом дальше пытался всячески излагать, вплоть до братьев-карамазов, где вообще вся книжка про эллифсинские мистерии, то есть про этот самый полос человечества, вот, пытался излагать на протяжении своего творчества. Что же он пытается делать в романе «Идиот»? Во-первых, во-первых, опять-таки, с чего начинается роман? Роман начинается с того, что, даже опускаем эту прекрасную сцену, когда из желтого тумана, то есть из такой желтой трубы вылетает поезд ниоткуда совершенно, да, и там ничего не видно, он, этот Петербург прибывает по какому-то желтому туннелю, где там было начало, да, вообще непонятно. Кстати, прекрасная была бы сцена. Вот, для начала никто не использовал. Удивительно даже. Вот, а дальше мы видим, что вдруг напротив друга сидят два человека. И дальше начинает описывать этих двух людей, которые совершенно друг на друга внешне не похожи, как близнецов практически. Которые очень похожи по всему, в том числе по обстоятельствам, да, потому что друг напротив друга сидят два новоиспеченных миллионера. И дальше он подчеркивает, что один белый, другой черный, и даже черномазый. То, что потом в Карамазово, кстати, преобразуется. Единственный человек, которого там назовут по этой фамилии, упрощенный, как бы, это будет Алеша как раз, господин Черномазов, вот это к нему там обратятся. Вот так что, если уж говорить о какой-то эволюции героев Достоевского, то она вообще совсем не такая, какая нам представляется на первый взгляд. Что тоже интересно. И там чрезвычайно интересно сказано, что вот они сидят, смотрят друг на друга, и белокурый с удивительной готовностью отвечает на все вопросы черномазово. Буквально вот так, вот этими словами. Вот. И, собственно, это первый момент разговора двух природ в человеке. Дальше там начинается незамечаемая, естественно, читателям, которые это прочитывают очень быстро, особенно по первому разу, какая-то свистопляска, простите, иначе не скажешь, с полами героев. Потому что Настасья Филипповна Барашкова. Князь Мышкин, как вы, может быть, помните, овца. Причем подчеркнуто, да, что Рогожин на него смотрел и просто не мог подобрать другого слова. Это в тот момент, когда он Ганя говорит, да, и будешь каяться, Ганька, что такую овцу обидел. Там прямо точа стоит и дальше написано, что он не мог подобрать другого слова. Вот опять, когда такие вещи Достоевский специально подчеркнул, чтобы мы обратили внимание. Дальше. Парфюм. Это что такое? А? Ну, смелее. Громче. Имя. Имя. А что оно значит-то по-гречески? Ну, Парфенон-то все знают. Это Дева. Парфенон – это Парфенон, это Дева. То есть, собственно, Парфенон – это просто вот это вот здание, которое Деве посвящено. Ну, вот. И там дальше постоянно вот эти вот, все вот эти вот, как бы, перверсии, совершенно непонятные на первый взгляд, они там происходят. Вплоть до шуток. Потому что князь Мышкин говорит, что он в своем роде последний, он последний в своем роде, да, а генеральша Ипынчина тоже, как бы, последний в своем роде. И все обращают внимание на то, что князь сказал, конечно, не слишком удачно, но все-таки каламбур. То есть, последний в своем роде здесь еще и считается как в женском и в мужском роде, да. То есть, там происходит что-то чрезвычайно странное, если только мы на это обратим внимание. Оказывается, природа человека, она вообще выходит за рамки вот этого разделения женского и мужского. Вот. И она выходит за рамки разделения личности, естественно. Потому что то, что началось вот с этого сидения друг напротив друга и готовных ответов Белокурова на вопросы Черномазова, закончится слезами одного, которые будут течь по щекам другого. Вот вам буквально вот это вот соединение двух в одно, да. Вот. Ничего не вспомнила. Значит, теперь с Настасьей Филипповной. Кстати, слово новое будет применено в первую очередь к ней и главным образом к ней в течение рамана. Вот с как бы с ударением, с акцентом, с повторением. Помните, как в тот момент, когда она появляется в Петербурге? Это новая женщина, которая хохотала ему в глаза и он даже вообще совершенно был поражен, вообще до какой-то степени эта новая женщина была не похожа на прежнюю. Кстати, это новая женщина, которая не похожа на прежнюю. Это еще женщина, о которой все говорят, что она абсолютно недоступна. Она, как потом признается перед тем, как уйти гулять с Рогожинской компанией, она еще и с тот с кем-то не жила в это время. То есть она вообще вне отношений пола оказывается. вот и собственно это это одно из условий ее новизны в некотором смысле. Потому что она совершенно как бы совершенно иначе себя ставит с этого момента в мире. И помните в какой-то момент именно о ней скажут Аделаида с такой красотой можно мир перевернуть. И вот тут вот мы ничего не успеваем с вами подходим к одному из брендов романа Идиот, который естественно цитируется в неправильном совершенно виде, потому что красота спасет мир не говорил никто в романе Идиот никогда. Это сказал Владимир Соловьев потом когда роман Достоевского анализировал или вернее писал вообще о Достоевском три речи о Достоевском такое восторженное метафизическое видение его вообще как писателя. А в романе Идиот сказано мир спасет красоту. вы понимаете что тут меняется радикально меняется тема Иерема высказывания то есть если у Соловьева речь идет о красоте которая что-то там будет делать то у Достоевского речь идет исключительно о спасении мира и как бы выбирается что спасет мир мир спасет красота у Соловьева как бы эта красота идет откуда-то из там да с потрясая всеми орудиями возможными спасать этот мир она как бы вовне этого мира а у Достоевского красота то что находится уже внутри мира и именно вот эта красота которая находится внутри мира она каким-то образом может его спасти вот собственно отчасти весь роман можно посмотреть и в этой перспективе в этой параде дни собственно там эти вопросы поставили да какая красота спасет мир вот вы сказали князь кстати молчит не отвечает реполиту да на вопрос вы сказали а потом агла еще ему говорит если вы заговорите еще раз о том что красота спасет мир вот то в общем нет я конечно ничего но я потом с вами вообще разговаривать вот какая красота может спасти мир и почему агла это говорит что с такой красотой можно мир перевернуть анастасия филипповна потом об этом вспомнит и скажет ваша сестра сказала что с такой красотой можно мир перевернуть но я отказалась от мир вам конечно смешно это читать виде меня каждый день до в область в обществе вот этих вот всех гулян гуляк да да но поверьте что это так я уже не живу я сама не знаю что вместо меня живет во мне вот то есть оказывается что красота которая должна спасти мир отказалась от мира и оказывается что все это написано в письмах которые которые даже по моему вообще никто не учитывал никогда особо при постановке потому что они ну очень странно вы помните что за письма пишет анастасия филипповна голая но ведь это как бы то что главное что запоминается его понимаю но на самом деле она пишет ей по сути вот если все суммировать да вы это лучшее я я уже теперь все время с вами буду я никогда вас не оставлю я скоро умру вот и почему собственно агла это вызывает ее на этот вот разговор непонятный тоже совершенно который дико пытаются изобразить как только берутся изображать как то что какой главный посадок чтобы это было зачем вы к нам мешаетесь буквально вот это правда зачем вы к нам мешаетесь то есть смотрите 1 пытается как бы устроить за все три части последний пытается как бы устроить вот это вот земное счастье мышки надо но как бы чтобы она была не совсем земной она понимает что природы надо соединять агла я ведь это вот это вот здешняя природа человека в ее полноте хотя там тоже есть по поводу агла очень странная вещь например она ведь в бутылке сидела закупоренная до 20 лет это такая мощная отсылка к алхимической линии которого достоевского регулярно появляется что даже как бы вообще непонятно что загомунку в результате из этого из этой бутылки выскочил но выскочил он и именно как бы воплощением вот этой вот самой земной природы вот во всяком случае на данном этапе и по первому взгляду настасья филипповна ошибаются и князь мышкин в какой-то момент тоже спутывается как бы почему спутывается князь мышкин вот это мы сейчас посмотрим на камер сна вот это вот фреска которая посвящена обручению святого франциска с бедностью с госпожей бедностью фреска находится в осизе написано буквально через 30 лет после смерти святого франциска сиска поднимите просто руки кто в принципе знает о том что есть такой святой франциска сиски кто он такой отлично спасибо значит тогда я поясню немножко святой франциска сиски это абсолютно уникальный святой в католичестве и в какой-то момент чрезвычайно популярный в россии особенно на рубеже 19 20 веков вот это святой который собственно пришел для того чтобы поддержать и спасти католическую церковь это такой монашек был который который приснился во сне папе инокентию которому снилось что падает латеранский собор и вдруг к нему прислоняется маленький монашек и собор останавливается сам падение выравнивается то есть мы видим уже значение придавалось как бы этому образу это такой бодрый итальянский был юноша который пировал вообще из хорошей семьи из купеческой который пировал и воевал но впрочем воевать он как бы сильно не воевал потому что ровно в тот момент когда он отправился на войну а с ним случилось внутреннее преображение если очень кратко и как бы перескакивая большие он снимает себя всю свою одежду светскую вообще всю поскольку на нем все было то что от его отца собственно сам не зарабатывал вот оставляет ее там завертывает в некое одеяние которое потом станет вот она примерно капюшончик такой плащик вот стопу князь мышкин без рукавов от у них с рукавами вот но тоже такие так она такая трапеция вот поэтому почти почти что-то сказать без рукавов одежка вот и он снимает эту одежду заворачивается вот этот вот плащ и и идет за христом собственно франциска называли вторым христом франциска это первый святой у которого появится открылись стигматы то есть он воспроизвел вот эти вот раны христовы в миру он как бы их вновь открыл для видения до человечества при этом как бы это для потом для почитателей быть сладостные раны христовы а когда у вас на ладонях и на ногах и здесь открываются язвы трофические то в общем вы представьте что это как бы не совсем сладостно и в процессе и вообще то есть это это было как бы уже в процессе и этого начало обострения болезни от которой он умирает очень вскоре но он первый вот так вот буквально абсолютно раскрывает себе вот этот образ христов на очень многих иконах картинах практически неотличимых от икон в двенадцатом тринадцатом веке франциск пишется как как фигура намного превосходящая христа которому он обращается он как бы какой-то момент был просто вот на репрезентации христа для современников и как говорить стартон мог бы вполне основать свою собственную церковь мог бы ввести из христианства людей но он наоборот поддержал вот этот падающий собор но вот есть это сказать сумбурно чадно и дико то примерно вот первое представление святом франциске у вас теперь будет вот почему он был важен для романа достоевского и почему вообще он там появился хотя и не совсем своим лицом а именно вот такой постоянный живописной подкладкой что вообще надо сказать что достоевский хотя бахтин очень сильно переменил наше сознание и надолго его запер вот в этом вот ощущение романов достоевского как диалогов как речи собственно достоевский это писатель живописный достоевский этот тот кто работает все время с образом и который сам описывает свою работу все время только через образы образности вот и на своих поездках на запад единственное чем он занимается постоянно это он ходит по художественному музею вот это такая работа это просто просто ежедневное времяпрепровождение вот а роман идет как вы помните он вообще во флоренции дописывает куда он приехал как раз по воспоминаний мамы григорьевны из-за вот этих вот художественных сокровищ флоренции он выбрал этот город для того чтобы там заканчивать роман идет это самое живописное произведение и вот собственно образы двух природ вот эта сцена вам ничего не напоминает в романе идиот когда все пришли князем мышкину когда она была на даче но лебедевой как а а когда у нас тази филипповны а еще одна сцена может быть вы ее пропустили на бегу история с мари и смотрите тут даже мальчики кидающие камни есть вот вот конечно это и сцена с Настасьей филипповны потому что портрет Настасьи филипповны вне образа госпожи бедности вообще не понять но помните как он там описывается красота в палых щек бледного лица и горящих глаз странная красота ну действительно странно считаете себе да бледное лицо палые щеки и горящие глаза это уже последняя стадия голода вообще когда глаза горит начинает если если мы это возьмем так сказать исключительно в материальном плане да вот и вот это обручение франциска с бедностью как бы в которой начинается конечно в истории мари так вот это вот спасение да спасение того кто изгой а госпожа бедность как вы понимаете она по существу изгой да и она маркер всех изгоев вот именно франциск актуализирует нельзя сказать что принимает это еще сделали тамплиеры а именно франциск актуализирует для осознания вот средневековый европей уже почти на самом деле над на сломе но над началом нового времени до для и итальянской культуры на этом сломе он актуализирует вот это вот понятие трех добродетелей бедности целомудрия и послушания поэтому счет целомудрия у нас там становится в романе идиот изначально или завоевана до основы для нового появления нового человека на преображение и вот собственно любимая и вот из этих вот трех любимая его это бедность там очень интересно как это потом будет помните он сначала он отказывается из трех сестер описывать аглаю это примерно вот это это три грация помните как там сестры и панчины описываются девицы мощная с могучими плечами сильными как у мужчин руками красивая да то есть вот это вот растительная так сказать вот это вот плотская растительная производительная сила вот это вот начало и вот собственно он воспроизводит точно вот это вот вот этот поворот трех сестер когда он отказывается описывать аглая кстати младшую из трех граций так и звали аглая вот и говорит что красота загадка вот это вот отвернувшееся лицо в лицо которого он не может рассмотреть а а вот как встречается франциск асиский это алтарь сасет это другое изображение да который радость тоже видела в лондоне находится как встречается франциск асиский с госпожой бедностью увидите что только она одна к нему повернута а теперь вспомните письмо которое пишет мышкин в начале второй части и говорит а вы мне нужны все три я всех троих вас вспоминал мы почему-то видел только ваше лицо помните то есть все получается наоборот что здесь собственно происходит здесь происходит вот это вот буквально видение двух природ которые стоят за каждым человеком точно так же как за настасье филипповны открывается с одной стороны икона знамени кстати с этой иконы вообще много связано это знамени красносельцы царско-сельское она утрачена и если вы посмотрите на нее то вы поймете что если представить себе Наталью Николаевну Гончарову на одном из самых известных своих портретов то это почти тоже лицо Пушкин в свое время писал стихотворение Мадонна помните да исполнились мои желания творец тебя мне не спасло вот и Пушкинисты регулярно относят вообще целые целые циклы его стихов посвященных утаенной любви относят как раз к Богоматери царско-сельской переадресуя гораздо более высокому адресу оттуда вот и собственно она же встает и за портретом Анастасия Филипповна потому что 27 ноября которая многократно отмечена как начало текста это собственно момент день празднования иконы знамени вот а что стоит Анастасия Филипповна Анастасия Филипповна в прихожей мимо чего идут рогу